первый лед у нас или на водоемах я попробую там рыба 16 ноября ну вот начало схватываться ну блин концу недели обещают опять воду сантиметр тут есть к сожалению все это растает опять так прикольно ехали по той дороге вот там в лесу идет дорога увидели военное сооружение то есть смотрите здесь куча окоп и такие возвышенности здесь был заезд для техники и военная высота то есть что-то здесь какое-то было время великой отечественной войны укрепление вот так вот вал идет далеко 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 туда давайте я проверить просто расскажу катаюсь я сейчас на электричке после болезни немножко поболел теперь катаюсь на электричке значит раму у нас это forward скорее всего apache я не помню новый покупался полностью разбирался там по 27 колеса колеса стоят на 26 сзади мотор редукторный на 500 ватт тянет вообще отлично скорость где-то по тридцатку по лесу погонять вообще самое то вилка стоит 29 то есть видите геометрия раму так достаточно сильно задрано 29 вилка где-то сантиметра на 3 на 4 выше чем 27 26 и зазоры да видно что вот вот что колесо вилка 29 что-то у нас аккумулятор литий железо фосфатный на 14 ампер часов хватает мне его чисто на газульки на 45 километров на 500 батном моторе на футбайке когда этот аккумулятор ставлю хватает только на 30 то есть огромное сопротивление футбайка относительно колес относили покрышек и вот на обычных на 26 тоненькой резине резина я ставлю 2.0 2.1 этого вот вполне достаточно для зимы и для лета для осени сейчас все подмерзло на сейчас минус один в лесу вот и хватает на гашетки на 45 километров если педальками подкручивать помогать то где-то вот 60 70 я могу проехать спокойно то что гашетку нажал чуть-чуть скорость набрал и педальками подкручивай чтобы не мерзнуть то что реально холодно руки вообще замерзают какая красота лес вообще обалденно такая вот здесь непонятный объект ну и здесь конечно копать не будем ничего мы дальше поедем на другой объект который мы изначально планировали такой заброшенной дороге хорошо что сейчас все подмерзло никто вот не едет уже давно сейчас мы доедем до неопределенного объекта который увидели на спутниковой карте дорога перекопана противопожарной канавы по всей длине здесь огромное количество смотрите какие толстые бетонные плиты что-то необычное куча 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 бетонных плит такая огромная насыпь вот там бетон и много всяких разных тропинок сейчас что-то будет еще какое-то строение отмечено на карте на спутниковой все добрались такое здание большой большой ангар сейчас со всех сторон обойдем посмотрим похоже либо на цех для охранения либо ремонтный цех либо для хранения какой-то ангар с окнами дорогу вот такая то есть кто-то тут проезжал недавно явно на джипе все перекопано дорога видимо оттуда шла вот кпп на въезде и сделал такой вот лес что-то там пытались тоже строить там овраги и вот такое огромное здание сейчас внутрь залезем посмотрим что это все таки на самом деле здесь вот начали не достроили частичное перекрытие и вот там вот это какой-то цех для ремонта скорее всего техники военный такие огромные мощные балки в лесу валяется там подготавливали фундаменты то есть должна была быть военная база вот такие таблички скрыто это скорее всего конец 50-х середина 90-х все это забросили не достроили чем ничего интересного кроме огромного огромного здания там куча бутылок по которым стреляли сейчас внутрь пойдем посмотрим прикольно в тумане когда все это смотрится натаскано огромное количество дров сюда несколько мешков с бутылками стоят то есть специально бутылки привезли чтобы по ним стрелять и вот там на окнах куча куча разбитого стекла здесь приезжают именно как в тир популять по бутылочкам смотрите какая огромная высота здесь метров наверно 6 огромный бункер миша маленький не помещается и куча 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 сюда натаскала деревьев не знаю зачем они здесь явно не росли скорее всего какие-то дрова вот такие вот останки былой цивилизации начали съезжать дороги ну туда-обратно смотрим нас и здесь такой проход ребят смотрите вот это реально военный объект должен был быть или был огромный огромный котлованище прям вообще есть глубина метров пять и еще насыпь со всех сторон и куча 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 блоков под фундамент что-то здесь готовили такое интересное просмари да и толщина блоков полметра то есть это не просто какая-то фигня вот такой огромный ангар офигеть офигеть да это уже вот как раз наверно бункер под бункер вот эти перегородки должны были их расставить то что он там все забетонирован воды нет вообще вот этого должен был быть как раз какой-то подземный бункер и насыпь смотрите как высоко до останки было цивилизации там вот не успели мы отойти вот там куча блоков этих бетонных а вот второе здесь вот начали копать смотрите глубина какие елки высокие да вот вам еще один объект начали готовить сюда еще ничего не завезли вот был заезд для техники глубина офигеть то здесь реально два подземных этажа спокойно поместилась бы и сверху бы еще настроили офигеть офигеть уж тебя опять отхожу отсюда выхожу на дорогу и опять пропустил вот еще одна канава ну не канава точнее яму под фундамент тоже копали копали то здесь должен был быть достаточно большой такой комплекс он там еще одна яма слушать есть прямо огромный огромные котлованы подготовлены под подземные какие-то бункеры для хранения чего-то смотрите вот там еще у пошли еще пошли ряды он там глубина тоже огромная здесь только начали здесь не 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 выкопали полноразмерно он там трубы какие-то закопаны офигеть вот так вот в лесу куча военных объектов можно найти совершенно случайно просто катаясь по пожарной канаве решили спуститься в эту яму смотрите здесь куча погон и вот такие погоны зелененькие желтенькие и вот такие серые все это в перемешку с землей вот здесь эмблемки разные военные он еще кучу погон все это к сожалению перемешано землей когда одежда военная амуниция вот это надо все конечно хорошую погоду не замерзшую изучать красные погоны смотрите всякие разные знаки отличия военные так что тут можно на самом деле много чего интересного найти в этой яме то есть просто взяли все и выбросили он там очень очень много всего что-то еще впереди валяется такая вот длинная заброшенная дорога вот этот лес весь искусственный мы сейчас мимо него проезжали там прямые посадки посажены где-то как раз лет 30-40 назад и вот еще одна военная база здесь целый комплекс военных сооружений в лесу очень много бетонных блоков и очень много окоп всяких разных канавы видите идет вот это вот насыпь шикарная возможно под железную дорогу сделано и вот там вот еще одно здание сейчас попробую расходить посмотреть что там происходит тоже очень большое тоже с окнами бойницами заезды такие вот столбы необычные то здесь электричество и видимо линии передач связи какие-то шли находится объект на насыпи здесь местность видимо болотистая в лесу и огромное-огромное хранилище скорее всего хранилище техники дорога до сих пор не заросла здесь у нас наверное асфальт какой-нибудь уже по слоям листьев все деревьями все входы перегорожены его мое начало все осыпаться смотрите какой огромный ангар огромная высота потолков заезды сквозные все все утрачено вся военная машина к сожалению утрачена вот там еще продолжается объект перегородка там еще второй зал но здесь к сожалению вообще никаких артефактов нету колонны очень мощные стоят все двери выломаны все все ворота выломана все к сожалению разрушена поездили посмотрели мы объекты в лесу все пора пора домой темнеет смеркается на улице уже сумерки так вот практически рядом с городом всего нескольких километрах в лесу вот такие вот гигантские заброшки расположена у нас по которым можно полазить интересно что за мачта такая там сверху 4 крепления и сбоку 4 крепления один единственный столб все недостроено миша вышел с того входа до очень много в лесу огромных количество ям огромное количество разных окоп я думаю что там можно и бункер вполне себе найти как на другой стороне города у нас там есть огромное количество бункеров тоже как-нибудь съездим поснимаем чем выехали могут оттуда здесь даже шлагбаум есть который дорогу перегораживает в этот лес а с той стороны откуда мы заехали были просто лесные грунтовые дороги все вот эти вот заброшенные военные базы видите даже как бы по асфальту изначально предполагались и до сих пор загорожены шлагбаумом но там дальше лес 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 оттуда мы приехали